МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня боевики трижды нарушили режим тишины. В результате обстрелов из гранатометов пятеро украинских военных получили ранения. Об этом сообщают в штабе операции объединенных сил. Оружие, запрещенное минскими соглашениями, боевики не использовали. На линии огня побывал и наш военкор Руслан Смещук. Буквально минуты на посадку, загрузку и снова в небо. Это один из транспортно-ударных вертолетов операции объединенных сил. Такие машины постоянно летают в зоне боевых действий, где очень высока плотность различных систем ПВО. От портативных до целых самоходных комплексов. Внизу проносится донбассская степь, земля, верхушки деревьев и линии электропередач. Вертолет летит на предельно низкой высоте, может быть, на высоте всего нескольких десятков метров. И как бы повторяет изгибы ландшафта. Это сделано для того, чтобы его не засекли российские радары и не сбили машину. На случай атаки с земли по бортам автоматчики. Для экстренного приземления группа прикрытия внутри. До линии фронта отсюда совсем близко. При приближении к точке высадки вертолет начинает маневрировать среди холмов. Неопытному пассажиру становится страшно. Абсолютно безопасно. И вот, что геномисты летают на такой высоте, для того, чтобы усунуть небезпеку влучения против засобов поветренного нападу. Абсолютно безопасно. Как тут, значит, безопасность есть. На борту командующий операцией объединенных сил. Вертолет садится в районе села Крымского. Это передовая в Луганской области. Здесь произошел самый масштабный бой в нынешнем году. 23 августа боевики под прикрытием танков, гаубиц и минометов попытались выбить армейцев с их позиций. До сих пор этот район был закрыт для репортеров. Дальше в броне на самой ноле. Это под оккупированным поселком Желобок. Вокруг сплошные воронки. В токийском плане мы немножко их переиграли. То, что с самого начала весны выдвинулись вперед, заняли более выгодные позиции, поджали их в Желобке. Это им постоянно не давало покоя. Они получились в полукольце. То есть подвоз, эвакуация и так далее, все затруднено. Особенно та позиция, которую они пытались штурмовать. Ничего у боевиков не получилось. Сегодня защитников наградили медалями и ценными подарками. Слава Украине! Великолепно слава! Среди награжденных и Владимир Бондаренко, военный медик, который в тот день под обстрелами спасал и эвакуировал раненых. Подъезд безпосредственно до позиции простреливался. И при том простреливался целенаправленно. Мне заважали подойти к подмозе и подойти к медикам. Пораненых вставало буквально на очах. Я шел до одного, пришел уже два. Пока эвакуировали этих двух, еще трое. Было тяжело ехать и в зворотном направлении. После этого поражения и ликвидации своего псевдо-лидера Захарченко, боевики активно распространяют информацию о начале эскалации боевых действий с 14 сентября. Повного выполнения ворогам школьного примиря абсолютно не спостерегается. Стосовно распространения ворогам чуток о начале активных наступальных действий, объединенными силами с 14 сентября, это на совесть ворога. И я думаю, что они эти чутки распространяют для того, чтобы самим пояснить население, которое живет на тимчасово окупованной территории, и своим кураторам, чему они застосовывают. И в том числе, есть такая загроза, что начнут больше активно застосовывать с обороненными угодами зброи. Подразделения объединенных сил приведены в полную боеготовность. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Соглашению об ассоциации между Украиной и Евросоюзом исполнился год. Частично договор заработал еще в 2016-м, но полностью вступил в силу только после ратификации документа Нидерландами в прошлом году. Результаты сотрудничества обсуждали в Европарламенте. К какому выводу пришли, знать Елена Абрамович. Доклад об успехах и неудачах годичного сотрудничества между Киевом и Брюсселем подготовил немецкий евродепутат Михаэль Галер. Начал с позитива. Децентрализации, мед- и образовательной реформах. А вот борьба с коррупцией велась не так быстро, как бы хотелось, заметил докладчик. Более того, в следующем году Украину ждут выборы. И это, побаиваться в Брюсселе, может негативно повлиять на имплементацию соглашения об ассоциации. Мы видим, что энтузиазм четырехлетней давности значительно уменьшился из-за продолжающейся коррупции и повседневных трудностей жизни в Украине. Реформы пока не оказали положительного влияния на повседневную жизнь людей. Вспомнили во время дискуссии и расследований немецкой газеты «Зюддойче Цайтунг». Там сообщается, что от коррупции на украинской таможне государство теряет около 4,5 миллиарда евро в год. Под критику в докладе попала также судебная система, которая, цитирую, по-прежнему остается неэффективной, коррумпированной и политизированной. Представители внешнеполитического ведомства ЕС заверили ситуацию, мониторят и стараются на нее повлиять. Что касается наращивания потенциала Верховной Рады, то я вас уверяю, мы ищем пути, как успеть сделать больше до выборов и, конечно же, не останавливаться после. Позитивный отзыв о торговле. Только за первое полгодие Украина нарастила экспорт в ЕС почти на 20%. Мы наблюдаем и приветствуем рост в объемах торговли между Евросоюзом и Украиной, а также диверсификацию украинского экспорта в ЕС. Регулирование торговли между Украиной и ЕС – это оптимальный инструмент для сближения Украины с Евросоюзом. Это пока лишь проект доклада, и депутаты могут вносить правки до 11 сентября. Подумывают добавить выводы касательно вырубки леса, а также организации проведения местных выборов. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интерн. Суд в Лондоне поставил точку в деле о покушении на премьер-министра Великобритании. Главного обвиняемого приговорили к пожизненному заключению, кто собирался убить. Терезу Мэй расскажет Алексей Пишемыцкий. 21-летнего жителя Лондона Наимура Захарию Рахмана признали виновным в покушении на жизнь премьер-министра Великобритании и подготовке теракта. Преступника задержали еще в ноябре прошлого года, когда он занимался подготовкой к атаке. Давно увлекающийся радикальным исламом, Захария планировал совершить взрыв у резиденции Терезы Мэй на Даунинг-стрит в центре британской столицы, а затем застрелить или зарезать премьера. Чтобы реализовать свой план, он связался через интернет с террористами исламского государства и попросил помочь достать взрывчатку и жилет с тротилом. Захария не знал, что по ту сторону экрана находились вовсе не игиловцы, а агенты ФБР под прикрытием. Собеседников он просил найти такую же бомбу, сделанную из караварки, как использовали террористы для взрывов на бостонском марафоне в США. Вскоре агенты подготовили фальшивую взрывчатку и пригласили Захарию встретиться на окраине Лондона. Там террориста и задержали бойцы британской спецслужбы МИ-5. Уже ожидая приговора в тюрьме, террорист поделился с окамерником, что если выйдет, снова попробует реализовать свой план. Это и стало решающим фактором для пожизненного приговора. По словам правоохранителей, под мониторинг британских и американских спецслужб Захария попал еще несколько лет назад, когда выяснилось, что с помощью дрона в Сирии был убит его дядя, террорист ИГИЛ. Именно он поспособствовал радикализации Захария, считают МИ-5. Наимура Рахмана также неоднократно задерживали по подозрению в педофилии и пропаганде исламизма. Однако до этого реальных сроков ему удавалось избежать. Изучать Коран в тюрьме, чтобы убедиться, что ислам – не радикальная религия. Вердикт о пожизненном заключении с такими словами вынесут Олбейли в Лондоне. Право оспорить приговор Захария получит только через 30 лет, в 2048-м. Из Лондона Алексей Пшимыски, Сергей Дубинин. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Оригинальный способ воздействия на власть придумали активисты израильского движения по борьбе с нелегалами. Они решили поселить беженцев рядом с чиновниками, чтобы те поняли, как это может повлиять на их жизнь. Подробнее Сергей Услендер. В марте этого года Верховный суд Израиля принял закон, запрещающий принудительную депортацию африканских нелегалов в их страны. Их жителей Судана и Эритреи в стране уже около 60 тысяч. Они буквально оккупировали некоторые районы Тель-Авива и других городов. Там сразу подскочил уровень преступности, стали закрываться бизнесы, ночью опасно выходить на улицу. И никаких мер, кроме депортации, у властей, собственно, и не было. Теперь не стало и этого рычага. Жители этих оккупированных районов неоднократно протестовали, требуя хоть каких-то действий. И вот два богатых еврея из Нью-Йорка купили несколько квартир в домах, рядом с которыми проживает Эстер Хаюд, председатель Верховного суда. Там они, эти покупатели, собираются поселить несколько десятков выходцев из Африки. Им просто принимать решение, когда они живут как будто в другой стране. Мы в своем районе с наступлением темноты не можем нос на улицу высунуть. Так где наши права? Где забота государства о нас? Мы хотим защиты и спокойствия. Вот пусть судья теперь посмотрит, как жить с ними рядом. Проблема с беженцами в какой-то момент стала настолько острой, что пришлось даже потратить сотни миллионов долларов на строительство так называемого Южного барьера, стены на границе с Египтом, откуда они, собственно, и проникали в Израиль. Приток беженцев в страну сразу прекратился, но что делать с теми, кто уже попал в государство Израиль, универсального решения так и не нашли. Одним предлагали деньги за добровольный выезд. 5 тысяч долларов для жителя той же Эритреи. Это целое состояние. Других депортировали насильно в Эфиопию, которая, опять же, за деньги согласилась принять некоторое количество. Что же делать с остальными, пока так и не придумали. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер. Шесть человек погибли в результате теракта в столице Сомали и Магадиша. Еще десятки людей получили рогение. Среди жертв теракта военные гражданские дети. Смертник в автомобиле, наполненном взрывчаткой, атаковал правительственное здание в центре города. В результате взрыва повреждены дома и мечеть. Школа, которая находилась рядом, практически разрушена. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация Аш-Шабаб. Это местное подразделение Аль-Каиды. В Ивано-Франковске назревает строительный скандал. После решения суда в области заморозили все строительные и ремонтные работы. Кто и почему судится с чиновниками, расскажут наши корреспонденты. Строительный коллапс в Ивано-Франковской области возник вот из-за этих очистных сооружений в Коломые. Семь лет назад строительная компания Бутэнергостандарт проводила здесь реконструкцию, за что должна была получить 6 миллионов гривен. Но Ивано-Франковская обла администрация заплатила только половин. Была переверка контрольно-разильного управления. В тех объемах, которые в выполненных объемах приняты, не было до конца поставлено обладание. Мы, как государственная институция, не имеем права платить, если были такие зауважения. И эти зауважения не выправлены шляхом добудования. Представители фирмы, чтобы вернуть свои деньги и проценты, в общем 7 миллионов гривен, обратились в суд. Иск удовлетворили. И теперь счета облдепартамента строительства заблокированы. Презупинилось строительство и ремонт освещенных закладов, 142 освещенных закладов, 25 садочков заморожаются, 15 объектов спортивного напрямка. В целом это сотни миллионов. Проводила ли фирма реконструкцию очистных сооружений? Мы решили проверить сами. Это еще не ремонтировано. Потребно это все отбивать, очищать. Но это все проржавило. Нет, вообще не было реконструкции. То есть этот радиальный освещенный не поддавался реконструкции. На тот момент, когда я пришел и заступил на посаду, это было в 2015 году, осень 2015 года, то очистные споруды выглядели незадовольны и были в жахливом состоянии. Частина бассейна была разгармитизована. Отремонтировать планируют весь объект. Часть работ уже провели. Почему же приходится делать ремонт повторно? Задать эти вопросы представителям фирмы нам не удалось. Номер телефона оказался недействительным. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а это фирма Бутенергостандарт? Нет, это частный номер. Кстати, не одна вы звоните. Постоянно звонят. Строительная фирма Бутенергостандарт зарегистрирована в Запорожье. По данным сайта Наши Гроши, ее руководство неоднократно подозревали в неуплате налогов и завышении стоимости ремонтных работ. Более того, предприятие фигурировало в деле об организации конвертационного центра. По делу о реконструкции очистных сооружений в Коломые в полиции открыли уголовное производство. Андрей Кровец, Жанна Дучак, Зиновия Автонас, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Лучшие пекари и сыровары в эти выходные съехались в Ивано-Франковск. Там прошел ежегодный фестиваль хлеба и сыра. Чем удивляли в этот раз, знают и наши корреспонденты. Душистый хлеб, ватрушки, пряники и круассаны в центре Ивано-Франковска в разгаре фестиваль хлеба и сыра. Свою выпечку представили лучшие местные пекари. Приехали на праздник и гости соседних областей. Презентуем наш хлебчик, литовский, бородинский, традиционный, наш макивничок, где маку больше, чем тесто. С Ревного приехали до вас. Уже второй раз приезжаем до вас. Здесь можно не только попробовать выпечку, но и увидеть, как ее делают. Пышные французские круассаны выпекают на месте. Хотя наибольшим спросом пользуются блюда традиционной украинской кухни. Мы очень рады, что мы тут. Хлеб вообще очень вкусный, мы его очень любим. Особенно наш внучок очень любит хлебчик. Особенно очень любит черный хлебчик бородинский, правда? И украинскую булочку. Не скучают и самые маленькие любители сладкого. Для них пекари устроили мастер-класс. Я делаю пряник. Маю в кем тебе, это такая сердечка, что мы все закаляками. Фестиваль хлеба Ивано-Франковский проводит уже восьмой год подряд. Правда, в этот раз организаторы пригласили принять участие не только пекарей, но и лучших сыроделов. Сыр. Так само есть много сыроваров, эксклюзивный. Какие вы не купите в магазине. А сегодня только в нас, на нашем свете. Среди сыроваров исключительно производители крафтовой продукции. У Миры Волощук свое семейное производство. Сыр делает по старинным рецептам. Я шукаю доброе молоко, очень-очень перфектное. И варю разные виды сыра. Сначала семья была первым дегустатором, потом знакомые подключились. А потом через социальные сети я нашла свое коло по ценовочкам. Немало ценителей и в этой мастерской и строя. Коровые позы у нас привезены за кордоном. У них это альпийские породы. То есть молоко, оно отрозняется от нашего. И поэтому и сыр, смак сыра, как бы он особенный. Гости фестиваля уверяют, в магазинах такого сыра не встречали. Молодой сыр, он такой мягкий, он такой очень нежный. А этот сыр, старший, выраженнейший смак сыра. Такой, что он до вида будет очень классный. Кроме дегустации выпечки и эксклюзивных сыров, гостей фестиваля также развлекали прикарпатские музыкальные коллективы. Жанна Тучак, Зиновий Автонас. Подробности, телеканал Интер Ивана Франковск. Ферма смерти для домашних животных в пригороде Камнец-Подольского. Владелец табуна, лошадей и морил их голодом. По словам местных жителей, только в этом году умерли пять скакунов. О жестоком обращении с животными волонтеры сообщили в полицию. Подробности в сюжете. Вместо конюшен, лачуги, ни еды, ни воды. Смотрите, какие он худые. И тут у него рана какая-то, бог знает, чего. Походу, что с храбаками. 17-летняя Карина пришла на ферму учиться в верховой езде. Увиденное ее шокировало. Сразу забило тревогу, разместив фотографии животных в соцсетях. Когда дождь, то они хоть пьют от дождя. Скалобанец, все, все. А так-то он очень редко их сам поет. Естать сейчас они ничего не едят, кроме того, что на траве стоит. Когда волонтеры приехали на ферму, то увидели нескольких голодных лошадей на привязи. Остальных хозяин спрятал в лесополосе, возле железной дороги. Состояние животных было жутким. Это все шкира и кистки. Тут нормально ничего. На них уже под мордой появляется грибок. Сам же фермер утверждает, что все это ложь. За животными он ухаживает. Тут нормальные условия. Мы просто закупляем стену, закупляем обвес. А что ж ты такие худые? Это беговые кони. Кони мои сытые, нормальные. Но вот почему на ферме умер жеребенок, хозяин почему-то не знает. Рук должен быть утилитизированный, в соответствии с законодательством. А в чем собаку удавать? Песа, что надо поесть? Может это проблема в всем? Или выкинутся смертник, а пес закрывает голову. Так выходит? Весь службе разводят руками. Говорят, наказать фермерам могут. Но штраф копеечный. Волонтеры же требуют привлечь владельца лошадей к уголовной ответственности. Я вижу ситуацию в том, что была порушена криминальная справа по факту жестокого поводжения с тваринами. Эти тварины были вылечены в него або проданы за допомогою государства людям, которые будут про них торповать. В полиции проверяют действия владельца лошадей. Пока за нарушение ему грозит админответственность. Если вину владельца лошадей докажет, то он заплатит штраф почти 5 тысяч гривен. Марина Григорян, Лариса Светловская, Тарас Тарасов. Подробности телеканал Интерхмельницкая область. Знакомство с миром техники и науки. Уникальные мастер-классы, воркшопы по робототехнике и флешмобы. В Киеве прошел фестиваль Арт Дэй для детей и подростков. На мероприятии побывали и наши корреспонденты. Первоклассница Марийка конструирует первого своей жизни робота. Гоночную машинку. Вместе с мамой она пришла на детский фестиваль в Пинчук Арт Центр. И хотя вход на воркшоп по робототехнике только с 8 лет, у девочки все получилось. Она по-справжему працюет. А может мама или тата меня запишут на гурток и на хитника. Каждый такой воркшоп – это знакомство с миром техники, науки, физики и математики. Ребята программируют реальный объект и видят, как он выполняет различные задачи. Даже краткое знакомство с робототехникой способно изменить жизнь ребенка. Они не только строят модели, они изучают, из чего состоит наш мир. Детям нужно, чтобы у них в жизни все получалось. А если у них все получается, то получится и у нас все в будущем. Уникальные мастер-классы для детей проводят в рамках фестиваля «Арт Дэй», который прошел в Пинчук Арт Центре. Есть площадки и для подростков. Анастасия Баляс пришла на встречу с известной писательницей. Настя с детства пишет стихи и рассказы. Частково пишу, про это мало кто знает, но это начинания такие, как говорят, в свой блокнотик пока что. Книг очень много читаю. И один из авторов, которые очень любят, это Дара Корней. С такой метою сегодня я пришла послушать ее, поспілкуваться с ней. Дознать ее джерела натхнения, от нее надихнуться, возможно, для своих каких-то начинаний. Нужно только прислать рукопись профессионалам, чтобы текст критически оценили со стороны. При этом важно не навредить и не обрезать крылья, говорит писательница Дара Корней. Запрошли творческие дети, которые также пишут. И нужно в таких случаях не нашкодить. Вот, наоборот, заохотить, дать какой-то напрямок в творчестве. И чувствуется, что это такое, знаете, нестремленное желание творить, оно и присутствие. И чувствуется, что кто-то вагается, что стоит ему продолжать. Потому что, конечно, есть критика всегда сбоку. Чем ты таким дурным занимаешься, пишешь, молюешь? Дети изображают то, что их огорчает. И надеются, что их рисунки изменят жизненные ценности родителей. Мелания идет во второй класс, но уже думает об окружающей среде. Из труб, когда идет газ, и мы этим дышим. И еще я нарисовала то, что в лесу рубят деревья. А здесь ребята строят город будущего. Пока что из пенопласта. Максим уверен, его город будущего – это родной Киев. Лучший город на земле, по мнению мальчика. Я бы хотел, когда вырасту, сделать один мусорный завод, а потом сделать, ну, как минимум, три мусорных завода, чтобы, ну, перерабатывать со всех стран весь мусор, чтобы, ну, наша планета стала чище. А то реально очень много мест, где очень грязно. Наталья Шумакова, Сергей Ведмить, подробности – телеканал Интер. А здесь я сегодня празднуют День города. И исполнилось 224 года. Кульминацией торжеств стало открытие греческого парка на любимом месте туристов – на склонах под Приморским бульваром. Как все происходило, расскажут наши корреспонденты. Греческий парк раскинулся на склонах в двух шагах от памятника Дюку-де-Решилье. Теперь спуститься с Приморского бульвара отсюда можно по двум широким мраморным лестницам. А дальше – зона отдыха, многоуровневые террасы, газоны и тенистые аллеи. Работы профинансировал бизнесмен и меценат Пантелеймон Бумбарас. Я хочу поблагодарить всех, кто усиленно работал над строительством этого парка. И прежде всего, я очень горд, что управляет всей этой работой мой сын Василис. Работы длились два года. Чтобы укрепить склоны, которые находятся в оползневой зоне, строителям пришлось забурить более тысячи бетонных свай. Сегодня на открытии парка присутствовали мэр Пирей, дипломаты, а также министр иностранных дел Павел Клинкин. Одесса в свете одна. Она у нас в Украине одна. И до речи без греков не можно себе уявить и Одессу. Грецкая революция началась с Одессы. Кулись поехали будовать Израиль сам из Одессы. Я про Одессу учу, в Нью-Йорку, в Сингапуре, в Хайфе, всюду. Изюминкой греческого парка стал фонтан под названием «Начало-начал». В центре композиции с одной стороны женское лицо, с другой мужское. Автор Михаил Рева рассказывает, сделал все так, чтобы это место стало новой достопримечательностью Одессы. И первые посетители парка, похоже, с ним солидарны. Прекрасный парк, прекрасный подарок городу на день рождения. Еще шикарное одно место, где можно провести выходные с детьми и с семьей. Мероприятие в рамках Дня города в Одессе сегодня закончится. О фонде Бумбараса говорят, в следующем году откроют вторую очередь греческого парка. Здесь появится большая детская площадка, музей греческой культуры и новые прогулочные аллеи со смотровыми площадками. Анастасия Крылатая, Вячеслав Никифоров, подробности, телеканал «Интер» Одесса. Музей, аналога которому нет во всем мире. В Украине появится галерея, посвященная основателям государства. Здесь уникально все. Пусковые фигуры, сюжетные экспозиции, диорамы, все с музыкальным сопровождением. Организаторы охватили все эпохи, от времен Киевской Руси до современности. В частности, те герои, которые сейчас освобождают оккупированные территории Донбасса. Зроблены диорами, за этими фигурами будут стоять диорами в 3D. Это изображение. А еще в этих диорамах будет запах и звук. Что мы можем чути, например, там, где хрещене Руси, мы будем чути молитву митрополита Михаила, будем чути, как люпаются люди в воде, и будет запах травы скошенной, которая будет поруч лежать. Если это будет АТО, мы будем чути перестрелку, переговоры по связку, запах дима. Почему в американском штате Юта с неба падает рыба? Сколько лет самому старому в мире ныряльщику? И какой корабль появился у берегов Мьянмы? Об этом и не только далее в нашем обзоре. Кто лучше всех в мире стрижет бородачей, выясняли в Швеции. В Стокгольме прошел фестиваль парикмахерского искусства. По улицам столицы прошли 200 колоритных бородачей. А завершила праздник соревнования парикмахеров. За 45 минут они представили на суд-джюри свою работу. Южная Корея отправляет пять дипломатов в Северную Корею, чтобы договориться о проведении саммита между странами. Визит назначен на 5 сентября. Дипломаты пересекут границу между странами на самолете. Вернутся в тот же день. Мун Джейн, первый за последние 11 лет, южнокорейский президент, который собирается посетить. Старость в радость. 95-летний житель Кипра Рейвули побил свой собственный рекорд самого пожилого ныряльщика в мире. Он погрузился на затонувший корабль на глубину 40 метров и пробыл под водой 44 минуты. Предыдущий рекорд Рей поставил год назад. Покорил глубину 38 метров в свой 94-й день рождения. Останавливаться на достигнутом не собирается. Планирует нырять и в следующем году. Дайвингом Рей занимается уже 58 лет. Корабль-призрак прибила к берегам Мьянмы. Местные рыбаки наткнулись на большой ржавый контейнеровоз, который сел на мель. Однако ни экипажа, ни груза на нем не оказалось. Местная полиция проанализировала данные радаров и выяснила. Судно тащил за собой другой корабль. Старый контейнеровоз собирались отправить на металлолом. Однако во время шторма он отцепился. Поэтому его пришлось оставить в море. Планшет по карману. Канадские ученые придумали планшетный компьютер. Первый в мире, как утверждают разработчики. Сенсорный экран накручивается на цилиндр. Так его удобно использовать как телефон. Или же разворачивается и выполняет функции обычного планшета. В будущем создатели девайса хотят уменьшить свое творение до размеров шариковой ручки. С таким же гибким экраном. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok